приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами делим внимание высокосному 2024 году очень многие люди боятся этого года переживают задают вопрос а что делать каким будет 2024 год давайте вместе с вами проговорим этот момент для того чтобы вы не боялись чтобы не переживали а также знали что вам делать в ту или иную ситуацию мы дадим очень важные советы и даем дадим очень важно рекомендации поэтому обязательно досмотрите это видео до конца вы знаете с высокосным годом связано много неблагоприятных советов и рекомендаций в том числе народных примет поверье дело в том что высокосный год всегда во все времена считали и несчастливым и неблагоприятным и опасным годом и многие уже переживают за 2024 год а можно ли это делать а можно ли то делать 2002 чертому году давайте мы с вами немножечко более подробно проговорим вы знаете высокосный год всегда вот спросите у своих бабушек прабабушек наших предков всегда считался что высокосный год считается и несчастливым и неудачным но хотя бы потому что например увеличивается количество аварий природных в техногенных катастрофы эпидемий и вы знаете 2024 год вы увидите что будет происходить очень много интересных событий и вы уже наверное видите как нам через некоторые журналы мирового значения показываются события которые уже будут происходить но опять же вы должны понимать что это определенное программирование и определенные рассказы определенных элит касательно следующего 2024 года но наша с вами задача не принимать негатив да да нужно знать и понимать что может произойти но и знать как это обойти дело в том что почему высокосный год так боятся потому что но хотя бы появляется один день то есть 29 февраля да и и в народном календаре это день назвали как святой кассиян дело в том что наши предки считали что высокосный год нельзя ничего начинать серьезно ну например постройку дома да нельзя заключить какие-то крупные контракты сделки нельзя делать какие-то огромные ну такие вот знаете большие покупки свадьбы и многое многое другое и считается что он лучше или отложить или успеть сделать в выходящем году потому что считается что ничего хорошего не выйдет 2024 году она или развалится или принесет много проблем и так далее и так далее давайте разберем каждый момент дело в том что считается что высокосный год нельзя начинать строительство дома иначе считается что такой дом или сгорит или с ним в нем будет очень сложно жить или сама постройка будут достаточно долго а по времени также считается что нельзя строить и баню высокосный год также высокосный год нельзя покупать и жилье переезжать в новый дом или в квартиру также высокосный год не меняйте работу не увольняйтесь и не устраивайтесь на новую поэтому или этого пытайтесь сделать уже в 2023 году благо еще время есть или уже перенесите на 2025 год потому что на новой работе постоянно будут возникать какие-то проблемы какие-то неурядицы знаете если они одна будет проблема то будет постоянно другая также это касается и бизнеса если он бизнес создана в высокосный год считается что он будет приносить только одни убытки даже если вы все просчитаете напишите бизнес-планы и вы знаете ас в своем деле также если вы в 2024 году высокосный год отправляетесь в путешествия или даже надолго просто вы покидаете свой дом когда вы стоите у дверей и не переступили еще через порог скажите такие слова с порога сошла сюда и вернусь аминь таким образом вы обязательно вернетесь домой и также обращаем ваше внимание если ребенок у вас родился высокосный год у вас ваших близких родных людей то обращаем ваше внимание что крестные обязательно надо звать именно родственников по крови и если в высокосный год вы услышали какой от собака или волк то следует сразу же сказать следующие слова иди вой но не ко мне домой аминь далее если вы высокосный год забиваете птицу то каждую третью по счету следует отдать из дома бесплатно это будет как пожертвование как благотворительность также обращаем ваше внимание если вы занимаетесь растеневодством то во время посадки в 2024 году обязательно при этом по вы будете сажать семена рассаду и так далее следует обязательно сказать следующие слова высокосный год сажу изобилие достаток только приумножим также считается что высокосный год нельзя играть свадьбу и венчаться но если у вас все таки в планах 2000 24 году законе свои отношения то перед церемонии венчание именно венчание скажите обязательно такие слова венчаю венцом они высокосным концом обратите на это внимание также высокосный год нельзя и праздновать первый зуб у малыша дело в том что у нас как это да то есть первый зуб ребенка появляется приглашают гостей празднуют и так далее но вы знаете лучше отменить такой праздник потому что считается что ребенка будут плохие зубы далее люди которые развелись высокосный год но согласитесь все бывает жизни не сошлись характерами возникли какие-то интересные ситуации которые заставили людей развестись то следует купить новое полотенце и это полотенце нужно отнести в церковь и отдать уборщицам а про себя нужно сказать следующие слова отдаю высокосному дань а ты ангел семейный рядом со мной встань аминь 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 далее высокосный год у нас с вами будут родительские субботы так вот на родительскую субботу высокосный год и когда вы придете на само кладбище не поминают покойников до тех пор пока не дадут помины трем людям обратите на это внимание далее как только вы услышали первый гром высокосный год скрестите пальцы из про себя скажу скажите вся семья при мне и назовите обязательно имена члена вашей семьи далее аминь минака к с теми людьми которыми вы проживаете с теми людьми которых вы любите цените и так далее также считается что высокосный год нельзя собирать и грибы и считается что это приведет к сожалению к большим проблемам со здоровьем поэтому тех кто любит грибы собирать подумайте стоит ли вам это делать высокосным год также обращаем ваше внимание что если у вас высокосный год начались отношения любовные отношения то считается что они счастливыми не будут и считается что люди которые вот встречаются высокосный год пытаются создать семью и так далее тот говорит о том что они часто будут ссориться и будут даже изменять друг другом также обращаем ваше внимание что высокосный год ни в коем случае нельзя заходить церковь когда там проходит отпевание вы знаете здесь очень важный момент следующий что как правило священники которые знают о том что происходит вот отпевание они даже не разрешают людям заходить особенно беременным потом молодым парам с маленькими детьми поэтому эти священники то есть которые вот так делают мы должны поблагодарить потому что они понимают что такое отпевание что-то за себя представляет ритуал и как какая-то не сущность из низшего порядка может подсоединиться далее следующий момент очень важный считается что высокосный год нельзя калейдовать на святки дело в том что люди которые переодеваются в костюмы например в костюм там животного до или чего черта и так далее то могут перенять на себя их поведение поэтому 10 раз подумайте о том стоит ли вам это делать далее беременным высокосный год год нельзя ни в коем случае стричь волосы до родов считается что ребенок родится слабый и болезненный поэтому будущие мамы пожалуйста подумайте над этим то далее высокосный год ни в коем случае не стоит приобретать покупать заранее все что предназначено для смерти то есть связано с похоронами да там полотенца те же покупаются до платочки вещи почему потому что таким образом человек сам призывает в свою жизнь скорую смерть поэтому все таки это не стоит делать далее высокосный год считается что нельзя продавать обменивать животных птиц и вообще любую живность потому что таком случае все переведется из вашей жизни помните об этом это очень важно друзья знать и понимать что и еще высокосный год нельзя делать но конечно высокосный год ни в коем случае не стоит посещать баню по понедельникам потому что считается что такое таким образом человек прощается со своим здоровьем он его просто отдает обращаем на это ваше внимание далее обращаем также на внимание на то что есть не которых нельзя покупать мебель то есть если есть цифра 7 например 7 седьмого числа 17 или 27 числа ни в коем случае в эти числа не покупайте не мебель не шкафы не стала и так далее именно в эти числа потому что конечном итоге окажется что это брак или пустая трата денег поэтому чтобы этого не было все таки подумайте также обращаем ваше внимание если вы переплано перекладывать планируете печь или камин в своем доме то нежелательно это делать высокосный год также обращаем ваше внимание что нужно быть очень осторожным касательно карьеры многие люди на 2024 год вот из разговоров из общений с нашими подписчиками с нашими зрителями его спрашивает а можно ли устраиваться на новую работу а вот меня ожидает что будет какой-то карьерный рост и так далее и так далее вы должны сами понимаете и осознавать что высокосный год именно 2024 год он очень будет тяжелым и опасным для тех людей которые не будут готовы постоянно меняться знаете нужно быть вот смотреть на ситуации и и меняться то есть например произошло это событие значит вам нужно возможно например какие-то пройти семинары курсы тренинги чтобы стать более качественным специалистом до иметь какие-то определенные навыки то есть если например вам руководитель говорит что вам нужно сейчас подучить условно какой-то иностранный язык для того чтобы со временем у вас была карьерная должность до подумайте об этом как вы можете сейчас очень многое в интернете всевозможных сайтов на ю тубе есть много видео доктор вы можете вот своим допустим тот же английский или какой-то там другой язык ва подучить и подготовиться к следующему своему жизни этапу в жизни или бывает такая ситуация вам приглашает вас работать в другой город другую страну на другой материк и многие люди вообще опасаются ой а что же я буду делать а как будет вы всегда должны искать и параллельно то есть если у вас что-то не получится то что вы будете делать кроме того вы все должны быть готовы к тому что у вас все обязательно получится помните о том что никто не говорил и и не обещал что все будет легко в жизни в нашей жизни никто не было ничего легкого не бывает вот чтобы вы не хотели бы делать даже самая простая вещь пойти купить цветы и то это стоит важная задача потому что приходя магазин по покупке цветов вы увидите что одни больные цветы другие вам не нравится третий вас что-то не устраивает четвертый вам не нравится по цене и так далее и так далее и вот уже перед вами стоит выбор вот так друзья и самое в жизни поэтому пожалуйста на высокостный год будьте очень внимательны будьте очень осторожны не живите эмоциями не живите впечатлениями лучше знаете вот как лошадь ломовая работайте развиваетесь ищите все то что вам поможет возможно вашей жизни это очень важно понимать и осознаю потому что если вы игнорируете вот эти советы эти рекомендации считайте а все легко но дело в том что вы закладываете фундамент на следующие годы и даже возможно десятилетия помните пожалуйста об этом сами как стабл канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас на экране друзья увидите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео 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 Продолжение следует...